Здравствуйте, меня зовут Евгений, я представляю Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. И в своем докладе я бы хотел, так сказать, укуситься на святое и позвольте покритиковать всеми нами любимый язык, в частности, одно из идион, которые были в него привнесены, в частности, конст экспрессион. Существует несколько типов оптимизации, основанных на вычислениях, производимых компилятором на этапе компиляции. Исторически, первой из них появилась так называемая сверка констант. Точная дата появления неизвестна, но уже в первых работах кнута, датируемых 70-м годом, есть уже отсылки к данному типу оптимизации. То есть в первых компиляторах фортрана это уже использовалось. Однако в середине 2000-х появился новый подход, так называемое вычисление функций во время компиляции. Появился он изначально в языке D, но сложно сказать, кто был первым инноватором, потому что в сообществе C++ разработчиков эта оптимизация уже начала обсуждаться немножко раньше. Но есть еще более генерализованное определение, которое вы хотели бы предложить. Это вычисление на этапе компиляции, поскольку существуют сценарии, в которых компилятор в принципе может провести оптимизацию, предвычислив какие-то значения на этапе компиляции, но они не подпадают ни под сценарий сверки констант, ни под сценарий вычисления функций во время выполнения. Давайте рассмотрим несколько примеров, как вообще разные языки работают с такими оптимизациями, которые предполагают вычисление на этапе компиляции. Первый пример это C-Sharp. В нем нет поддержки CTFE, то есть вычисления функций во время компиляции. Однако, что самое интересное, стандарты языка C-Sharp требуют применения сверки констант от компиляторов. Другой интересный пример язык Haskell. Если правильно помню, в 2002 году представители компании Microsoft, в частности Microsoft Research, предложили расширение для языка Haskell, и это расширение было смотивировано именно популярностью метапрограммирования на шаблонах в языке C++. И данное расширение не вводило каких-то там особых под языков или специальных каких-то там идиом, однако оно вводило четкие разделители между тем, что будет выполняться на этапе компиляции, что будет выполняться во время выполнения программы, и предоставило инструмент для программиста, который может его использовать, так сказать, для того, чтобы четко сепарировать. Интересным примером является язык Scala. Очень оригинальный подход. В нем C-Sharp можно реализовать на базе макросов, но макросы в Scala реализуются очень интересно. Язык представляет такую заглушку, которая ведет к функции, опять же, на языке Scala, но в эту функцию пробрасываются уже не аргументы изначальные, а под дерево вот этого abstract syntax tree. В этой функции вы можете манипулировать как угодно, возвращаете преобразованное под дерево, которое компилятор вставляет, то есть заменяет оригинальное и продолжает, так сказать, вычисление, компиляцию, оптимизацию и тому подобное. Очень мощный инструмент, но есть одна очень большая проблема, что это непереносимо между компиляторами, потому что каждый компилятор может использовать свою реализацию abstractного синтаксического дерева. Недавно RAS подключился во всю эту линейку языков, которые пытаются играться с оптимизацией подобного рода, и он пошел по пути, который использует CPS+, то есть был введен специальный спецификатор, и единственное отличие, RAS пытается как-то более формализовать, что будет вычисляться во время компиляции, а что не будет. И самый, на мой взгляд, интересный пример – это язык D. В нем явно обговаривается поддержка CTFE, однако язык не предоставляет никаких идиом или никаких спецификаторов, конструкций, которые как-то позволяют программисту форсировать применение вот этой оптимизации. Если мы вернемся к истории, как это все возникло. Изначально в языке CPS+, оптимизации, производимые за счет вычислений во время компиляции, появились в такой дисциплине, как метапрограммирование на базе шаблонов. Куда вообще появились шаблоны? Шаблон изначально предложил Страу Струб, автор языка, и за счет шаблонов в язык вводился параметрический пелиморфизм. Основной целью, которую преследовал Страу Струб, если последить все публикации, пропозлы, являлось развитие стандартной библиотеки, потому что на то время еще не было STL, язык требовал стандартной библиотеки, и было понятно, что семейство алгоритмов, которые предполагают эти контейнерные типы, оно прям как бы нужно, это must-have. И, соответственно, был предложен механизм шаблонов для того, чтобы сделать алгоритмы типы независимыми. Однако уже в 1994 году внезапно обнаружилось, что используя этот механизм с инонцированием шаблонов, можно проводить вычисления во время компиляции. Есть известный пример доклада и пример кода Эрвина Анархак, который вот этот нашел все дело, и продемонстрировал на одном из собраний комитета по стандартизации языка. Эта особенность сразу, получилось так, что за счет добавления механизма шаблонов в язык C++ был добавлен новый подъязык. Тюринг полный, функциональный подъязык, который можно использовать для именно организации вычислений во время компиляции. Естественно, такое открытие не могло быть пропущено с обществом программиста C++, потому что это прикольно, это интересно, это можно как-то использовать. Соответственно, это активно началось, тема с метапрограммированием на базе шаблонов начала активно исследоваться, люди начали с ней активно играть, и возникла целая дисциплина. Метапрограммирование на базе шаблонов. Даже вышел ряд книг, посвященных этой теме. В то же время, на практике, если мы посмотрим, как это все используется в промышленном программировании, мы увидим, что большинство стайл-гайдов не приветствуют использование метапрограммирования на базе шаблонов, и аргументация такая, что это сложно писать, сложно понимать, сложно отлаживать, сложно поддерживать. Нясь. Идем дальше. Вторая эпоха. Появляется такое понятие, как генерализованные константные выражения. Изначально идея была озвучена в первый раз в 2003 Габриэлем Досрейсом, который, по сути, хотел расширить механизм свертки констант. То есть это не была попытка сделать метапрограммирование на базе шаблонов каким-то более человечным, скажем так. Это была именно попытка расширить свертку констант. В конце концов, в 2006 году вышел уже такой более фундаментальный пропозал от оригинального автора Досрейса вместе со Страусропом, где они предлагали еще и ввести новый спецификатор, конст-экспр. Соответственно, мотивация сложная. Обновление стандартной библиотеки привели к созданию кучи функций, которые, в принципе, возвращают константы, например, нам реклимит. Бывают случаи, когда нам бы хотелось посчитать какие-то битовые маски, мы их не можем посчитать нормально, то есть красиво и так далее. Кстати, вот пример, собственно, того, что стало возможно с точки зрения семантики языка. То есть в примере один мы видим, что мы используем инициализацию, грубо говоря, константы с помощью вызова функции. Мы используем вызов функции для вычисления размера массива. Мы используем результат вызова функции как метку для свитч-кейса. Однако на практике основное применение, которое нашел конст-экспр, это фактически управляемая вручную оптимизация кода, который заведуют программисты. Соответственно, сейчас переходим к критике всего этого момента. На слайде данном представлен пример кода, который демонстрирует как раз разницу между сверткой констант, между CTFE и между CTE. Как мы видим, код на данной функции не может быть оптимизирован с помощью сверткой констант, потому что здесь нет одного выражения. Свертка констант ограничена одним выражением. Это не CTFE eligible код, потому что здесь есть части кода, которые зависят от каких-то внешних факторов. Однако большая часть кода, в частности вычисления значений переменных B и M, фактически может быть расчислено компилятором, потому что оно использует только константы и какие-то тривиальные вычисления над этими константами. Соответственно, вся эта функция может быть свернута только к двум последним строчкам, 14-15, где вместо B и M компилятор поставляет уже расчисленные значения. Соответственно, момент первой CTFE как механизм ограничен и не ограничивает компилятор в применении оптимизации. Давайте рассмотрим следующий пример кода. Здесь мы видим, у нас две есть функции. Есть функция SAM1, SAM2. Они полностью эквивалентны, и единственное различие, которое между ними есть, это использование спецификатора constexpr для функции SAM1. И ниже мы видим использование функции f. Данный код функции f не будет компилироваться. В частности, у нас компилятор выдаст ошибку, указанную на строчку 13, потому что у нас перемены отмечены как constexpr, но функция SAM2 не constexpr. Но тут возникает вопрос, ее же в принципе-то можно вычислить во время компиляции? Соответственно, компилятор жалуется не столько на возможность сделать оптимизацию, применить ее здесь, сколько на наличие спецификатора. Если мы рассмотрим следующую строчку кода, полностью аналогичный код, вызываем другую функцию, все окей. Это полностью cf-eligible код с точки зрения c++. Возникает вопрос, а зачем тогда нам вот эта игра с расстановкой меток, если она ничего по сути не решает? Момент второй. Тот же спецификатор, применяемый к функции, является подсказкой компилятора, так называемый позитивный hint, о том, что здесь в принципе неплохо было бы провести оптимизацию, просчитав эту функцию во время компиляции и поставив значение в результате. Но опять же возникает вопрос, допустим, если мы рассматриваем строчки 15 и 16, полностью два аналогичных выражения, только одно использует constexpr функцию, функцию, версию, а второе не constexpr. Но компилятор может как бы просчитать значение и там, и там, и подставить его. Опять же, в чем тогда разница, зачем вот эта вся игра? И момент еще есть третий, самый основной. Дело в том, что наличие или отсутствие спецификатора constexpr не меняет поведение функции. Давайте, допустим, представим, что у нас компилятор решил не использовать вот эту подсказку и, допустим, не высчитывать функцию сам один во время компиляции, а подставить вызов функции, во время программы произойдет его вызов, все посчитается, корректное значение вернется. С точки зрения, то есть, как бы, программиста, который наблюдает за конечным результатом, он не увидит никакой разницы. Сематическая функция остается ровно той же. И наоборот, если компилятор вдруг решить, взять функцию сам, допустим, почитать во время компиляции, поставить результат, никакой разницы на выходе мы не увидим. Все, к чему приводит игра с constexpr, это, по сути, игра в оптимизацию. Есть еще один сценарий, который представлен строчками 18-19, где, в принципе, может быть оправданным введение спецификатора constexpr. Потому что в данном случае у нас используется CTFE для кода генерации. То есть, компилятор должен обязательно вычислить это значение и поставить его в тот код, который он будет генерировать, потому что иначе, то есть, как бы, это не будет работать. Однако возникает вопрос, зачем это надо, если здесь контрпример, примерно тот же код на языке ID, компилятор все это считает. То есть, в языке ID нет никакого аналога constexpr, нет ничего похожего, но в случае, когда вызов функции используется для кода генерации, и он обязателен для компилятора, он просто, как бы, отругается в данной точке этой программы, скажет, что я не могу здесь вычислить. Поправьте код. Идем дальше. Что мы получаем в связи с добавлением constexpr в язык? De-факто сейчас C++ это три языка. У нас есть стандартный C++ общий, у нас есть язык для метапрограммирования на базе шаблонов, и у нас есть специальный под язык, который мы назвали GCE C++, который, по сути, включает в себя подмножество оригинального языка, но очень-очень ограниченное. В частности, допустим, в стандарте C++11, в котором был введен этот спецификатор впервые, ограничения были очень большими. То есть там, в частности, в теле constexpr функции, она должна была состоять из одного ретурного выражения, только typedef можно было использовать и статик асерты. В итоге все это выделилось что-то очень похожее на то, что мы видели в метапрограммировании на базе шаблонов. После этого ограничения ослабили, стало можно использовать циклы, другие вещи, но все равно четко специфицируется, что можно использовать, что нельзя использовать. Почему так происходит? Существует три причины. С одной стороны, нам нужно сделать исходный код программы, портируемый между компиляторами. То есть, если один компилятор C++ может скомпилировать эту программу, соответственно, и второй компилятор, допустим, если мы на силенге скомпилировали программу, значит, GCC тоже должен ее скомпилировать корректно. Соответственно, нужно как-то специфицировать или заставить компиляторы поддерживать одинаковый набор функциональностей, которые они могут рассчитать во время компиляции. И вот здесь у нас возникает проблема, потому что C++ является очень недружелюбным для СТ интерпретации, на которой обычно строятся вот эти вычисления во время компиляции. Откуда такое возникает? Если мы посмотрим на табличку, на табличке приведено, так сказать, некоторый эквивалент сложности языков программирования. В частности, я взял спецификации, стандарты разных языков и посчитал, сколько страниц у них ходят из расчета 2250 печатных знаков на одну страницу условно, чтобы, так сказать, нивелировать разницу между шрифтами и неколичным строк на странице в разных стандартах. И как мы видим, C++, конечно, не в лучшем виде. Что интересно отметить, язык AD, который в свое время очень критиковался за сложность, чисто по таким метрикам сравнивать намного проще получается. И, соответственно, отчасти конст-экспорт спецификатор был введен для того, чтобы сделать эти ограничения явными для программиста. В частности, если мы, опять же, вспомним и вернемся назад, в том же языке Haskell таких ограничений нет. Там вот то, что в C++ получилось как в GC++, там этот язык полностью совпадает с оригинальным. То же самое в Scala. То же самое в D. Но D, будучи намного проще, был способен сделать полный интерпретатор языка, и Walter Bright еще в 2007 году просто добавил в компилятор полный интерпретатор языка D. Поэтому там спецификаторы такого плана были не нужны. Если мы будем смотреть на конст-экспорт как на позитивный хинт для оптимизации, как он в подавляющем большинстве случаев работает, то мы, в принципе, можем обратиться, опять же, к истории и вспомнить, что в принципе в C++ уже было две попытки ввести такие позитивные хинты оптимизации. Во-первых, C++ исследовал еще от языка C такой спецификатор, как Register, который, по сути, подсказывал компилятору, что данную перемену лучше бы сохранить в регистре, а не в памяти. Если быть честно, то есть как бы за свою жизнь я не застал его использование уже. Очень быстро после введения этого спецификатора выяснилась простая вещь. Компилятор намного лучше, чем программист, разберется, что где хранить. И как-то у него с этим хорошо все получается. Похожая история в последующем случилась с спецификатором inline, который изначально вводился для того, чтобы давать подсказки компилятору, какой вызов функции заинлайнить, а какой нет. В итоге, опять же, очень быстро компиляторы разобрались и научились инлайнить без подсказки программиста. Сейчас, по сути, компиляторы этот спецификатор игнорируют, потому что они производят свою собственную оценку целесообразности инлайнинга вызова функции вне зависимости от того, есть у него спецификатор или нет. И, по сути, за этим спецификатором inline осталась одна важная функция. Это передача дополнительной информации линкеру для дедупликации кода. С другой стороны, у нас есть очень интересный пример негативной подсказки к компилятору по оптимизации ключевое слово altile, которое, по сути, делает обратную вещь. Оно говорит компилятору, что вот здесь оптимизировать не надо. И, по сути, заставляет компилятора хранить переменную в памяти и каждый раз при обращении к ней либо читать, либо писать ее. То есть не кэшируя где-то в регистрах и не полагаясь на то, что она станет неизменной. И, как ни странно, вот такой спецификатор работает, до сих пор используется, до сих пор нужен. Соответственно, какой пропущенный урок мы можем отсюда вынести? Если говорить более общими словами, можно сказать, что язык программирования не должен включать в свой состав какие-то идиомы, которые не добавляют новую семантику в язык. В частности, если все это соотносить на историю Конст-Экспора, то можно сказать, что язык программирования не должен включать в свой состав позитивные подсказки по оптимизации, потому что они не работают. Ну как, они работают, но очень краткосрочно. После этого они становятся просто балластом. С другой стороны, если мы посмотрим уже не в прошлое, а в будущее, то мы можем увидеть следующую картину. С одной стороны, введение этого спецификатора породило просто огромный интерес к самой теме оптимизации, основанных на вычислениях во время компиляции. И это, наверное, хорошо. Второе, что мы можем видеть, если будем рассматривать переход между стандартами, если поскольку 11, 14, 17, 20, постоянно расширяется вот это подмножство языка, потому что люди пытаются его активно использовать именно для оптимизации, и они хотят, чтобы этот инструмент был как можно мощнее, чтобы еще больше можно функций было в него пропихивать. Соответственно, они требуют, и под давлением комитет по стандартизации, вынуждены все это расширять, и явно прописывать стандарты, какие-то новые конструкции, которые можно использовать в GCE C++. Наконец, в версии языка C++ у нас появляется if-conftexpr, это ее более расширенное, более сложное явление, скажем так, у него есть сайд-эффекты. Но вот если мы посмотрим, допустим, на подготавливаемый стандарт C++ 20, мы видим, что опять расширяется язык, просто лавинообразное распространение вот этого спецификатора на стандартную библиотеку, появляются новые спецификаторы, допустим, const-eval и const-init. И более того, если посмотреть в пропозалы, то можно увидеть там constexpr для аргументов функций, constexpr цикл for, еще какие-то там constexpr применения. То есть происходит лавинообразное усложнение, то есть расширение языка за счет применения вот этой философии constexpr везде, где только можно. С другой стороны, что мы видим? Во-первых, то изначальное применение, то есть повторяется история как с шаблонами, то изначальное применение, на которое рассчитывал dasrace, оно не пошло. Народ начал использовать constexpr именно как средство оптимизации, а не как средство какой-то расширенной кода генерации. С другой стороны, даже там, где constexpr используется для цели кода генерации, сам спецификатор там не нужен. Там нужен набор правил, которые будут заведомо известны всем компиляторам, которые реализуются плюс-плюс, и которые, соответственно, смогут автоматически решать все эти задачи, не гоняя программиста в попытках заставить его расставить спецификаторы по коду. И, наконец, есть еще один момент. На самом деле constexpr представляет такого, своего рода, слабый контракт между, так сказать, реализатором функциональности и его пользователем. Почему слабый? Потому что, во-первых, возможность вычислить функцию во время компиляции, компилятор, в принципе, может оценить сам без участия и подсказок разработчика. Второй момент. constexpr как бы поощряет дублирование кода. Как пример, этот код взят из, опять же, официального пропозала в документе стандартизации PC++. Мы видим две реализации функций POV. Одна для использования в случае в чтении во время компиляции, вторая стандартная. Одна функциональность, две реализации. Так, назад. Следующий момент. Опять же, constexpr, так же, как и inline, поощряет вынос кода из SPP файлов, заголовочные файлы, и таким образом увеличивает время, поощряет увеличение времени компиляции программ и ослабляет энкапсуляцию, потому что многие вещи, которые раньше люди бы попытались бы спрятать, сейчас нужно выносить, потому что компилятору C++ во время компиляции вызова нужно будет видеть тело функции, чтобы понять, как ее посчитать во время компиляции. Опять же, constexpr на самом деле при всем желании, но очень, так сказать, тонко ломает портированность программ между компиляторами. Причина в том, что во всех этих компиляциях, которые связаны с вычислением во время компиляции, у нас есть сложный трейдов между временем компиляции и получающимся результатом. И этот трейдов зависит как от того, что мы компилируем, так и от реализации вот того движка, который будет все эти вычисления осуществлять. В частности, в худшем случае, то есть в предельном случае, у нас, допустим, может быть в constexpr функции какой-нибудь бесконечный цикл, который приведет к зависанию компилятора, если компилятор никак не будет ограничен. Допустим, опять же, в constexpr функции может быть бесконечная рекурсия, опять же, переполнение стека. И опять же, здесь, соответственно, как-то компилятору нужно с этим справляться. То есть либо падать, либо как-то ограничивать себя. И, соответственно, большая часть компиляторов будет себя как-то ограничивать. То есть будет выделять какой-то пул ресурсов, которые будут доступны для использования вот этим движком. Но этот пул будет разный у всех. А как его формально специфицировать на уровне языка, непонятно. Соответственно, у вас всегда будет такая возможность написать такую программу, которая будет успешно компилироваться на одном компиляторе, и компилятор будет отказываться ее компилировать, бросая там какие-то ошибки компиляции на другом компиляторе. И, наконец, основной момент. На самом деле, возможность или целесообразность проведения вычислений во время компиляции зависит не от семантики функции, не от желания программиста, а от того кода, который входит в его состав. Соответственно, то есть как бы это не средство выразительности, которое может использовать программист для того, чтобы описать задачу и как она решается. Это в случае C++, это именно просто средство сказать компилятору, как компилировать эту функцию, что, на мой взгляд, не есть хорошо. И, в конце концов, все это ведет к дальнейшему взрывообразному росту сложности языка. То есть куча нюансов, куча моментов выплывает, куча желаний со стороны даже работчиков. Все эти языка начинают мешаться, где-то GCC++ используется для смешиваться с метапрограммированием на базе шаблонов, это все смешивается с общим C+++. К чему это приведет, непонятно. При этом есть пару моментов, которых не хватало. Момент первый. По сути, вот эти вычисления во время компиляции могут использоваться как средство расширенной проверки семантики на уровне компиляции. Допустим, у вас есть какой-то код, какой-то объект, который инициализируется какими-то значениями. Есть допустимые значения, есть недопустимые. Давайте представим, что у вас есть, допустим, переменная дата глобальная, которая инициализируется во время компиляции. И вы туда бросаете какое-нибудь число месяца 45. Если вы используете переменную структуру данных во время выполнения, вы как-то захотите выбросить, вернуть код ошибки, что, дескать, неправильные входные данные. Если вы инициализируете эту инициализацию во время компиляции, вы, наверное, захотите заранее повестить программиста о том, что что-то ты делаешь не так и манифестировать эту ошибку как ошибку компиляции. Таким образом, сократив его время на поиск и исправление этой ошибки. Но средств в языке C++, которые бы позволяли делать такие вещи красиво, не хватает. Второй момент это негативный хинт оптимизационный, который связан с ConstExport. Существует... По крайней мере, в промышленном коде всегда есть какие-то такие аспектно-ориентированные куски функциональности, например, логинг, снятие метрик по времени и тому подобное, которые при работе программы имеют смысл. Но если вы используете, допустим, вот эту же функцию во время компиляции, вам не интересен логинг. Но в то же самое время он предотвращает оптимизацию за счет вычисления функций во время компиляции и компилятор не может автоматически как-то определить, вот вызов этой функции записать лог, он вам нужен или не нужен. Если бы был какой-то спецификатор или какой-то средств, который бы позволяло сказать компилятору, что в контексте вычисления во время компиляции вызов этой функции может игнорировать, большая часть кода стала бы, так сказать, eligible для оптимизации такого плана. Ну и наконец... Еще минуту, поясни. Я уже заканчиваю. По последней по очередности и последней подзначимости аргумент нами был спроектирован и разработан инструмент, который производит вот эту CTE-оптимизацию на базе машинного кода. То есть он уже берет скомпилированный бинарник, он его разбирает, он находит все участки кода, которые можно просчитать вот прямо сейчас, то есть не нужно, которые не зависят от каких-то внешних данных и, соответственно, патчет код. И, соответственно, что показало, то есть как бы использование этого инструмента, во-первых, что все-таки оптимизации могут производиться полностью автоматически, при этом с полным покрытием кода, что такие оптимизации в принципе не зависят ни от компилятора, ни от языка программирования, потому что, то есть поскольку мы работаем на уровне машинного кода, мы не знаем, чем была скомпилирована данная функция или данный код. Вот. И чтобы еще более интересно, что в нашем случае у нас нет ограничения по налагаемой раздельной компиляции, которая существует в Севплюс-плюс, то есть мы можем спокойно ходить и смотреть, какие функции где находятся, то есть как бы все, что можно просчитывать во время компиляции. Ну, на этом все. Спасибо. Спасибо. Короткие вопросы, потому что сейчас станет доклад. Я громко скажу. Вы дали хороший анализ подхода, которые были при создании компиляторов и трансляторов, но по вопросу среди созданных подходов вы не отметили одного, что большой вопрос по оптимизации компиляторов был сделан в Новосибирской школе. Там было несколько лет занимались этим и много разработали. Вы с этими работами не знакомы? Я не, я извиняюсь, то есть, но как бы ориентировался на вот эту всю миху и на те рассуждения и те... Это один вопрос. Ну, я поняла. А второй вопрос у меня. А зачем нужно заниматься оптимизацией? Что вызывает вас... Вы же пишите хорошие программы на СИК-плюс-плюс, а надо еще лучше. Ну, то есть, для чего оптимизировать надо? Я даже не знаю конкретный вопрос. Оптимизация позволяет... Слышите, возможности машин сегодня такие. Ну, здесь... И эти супер, и все, что... Если программа, созданная компилятором, не оптимизированная, то она все равно быстро посчитается. Есть два момента по этому поводу. Есть как бы промышленный момент и есть момент бытовой, скажем так. Относительно промышленного момента существует большое количество всяких организаций, которые используют огромные просто фермы серверов для каких-то вычислений, например, там Google, Facebook, у них целые депоцентры. И в их рамках, допустим, сокращение, допустим, расходов на выполнение программы на 5%, значит, экономия в покупке, допустим, 50 серверов, которые стоят 10 тысяч. То есть, инвестиции являются оправданными. Второй момент, уже такой более философский, наверное, как-то был опубликован, если я правильно помню, на Хабре, очень известный, очень отбавший популярный пост, каждым годом машины становятся все мощнее и мощнее, а программы становятся все медленнее и медленнее. Как так? Почему раньше на более слабых машинах у меня, допустим, UI работал намного быстрее, а сейчас машины вроде более мощные. То есть, в правильном ли мы направлении вообще движемся? Сейчас еще один вопрос. Вадим, можно громко спросить, чтобы лучше не докидывать? Спасибо за доклад. Вы очень интересный вопрос подняли. И у меня, соответственно, с этим тоже есть вопрос. Вы говорите, что этот фонд экспорт это не очень хорошая штука, но вот если смотреть на другие, язык, из которых он реализован, может быть, все-таки есть хорошая реализация по подходу? На мой взгляд, самый хороший подход, который был, это в языке D. В чем самый интересный момент? Вообще, вся эта тема CTFE, само определение появилось из языка D. И если там посмотреть, недавно, не то, что недавно, в следующем году будет выпущена статья Уолтера Брайта по истории создания языка D, где, в принципе, говорится, что мы посмотрели на популярность метапрограммирования на базе шаблонов, и мы решили сделать это все красиво и вставить язык. И они вот прям вставили механизм оптимизации в 2007 году, они туда впилили полный интерпретатор языка. Но при этом они решали эту проблему не на уровне языка. На уровне языка нет никаких идиом. Потому что ConstExpr не средство выражения семантики программы. Но внутри под капотом это у них есть. Они сказали, что в таких случаях вы можете использовать функции, если их компилятор может посчитать во время компиляции, он посчитает, вставит, все нормально. Но при этом это не порождает волну сложности и волну хайпа по поводу того, как это все распихать, какие еще можно найти применения в ConstExpr и тому подобное. Нет дублирования кода и тому подобное. Последний вопрос. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Я в течение доклада услышал фразу позитивные оптимизации не нужны. И мне это немножко резонуло ухо. Потому что банально смотреть на Const какой-нибудь, который повсеместно используется для оптимизации данных. Позитивные оптимизационные хинты. Хинты. Я о том же и говорю. То, что Const это фактически можно воспринимать как позитивный оптимизационный хинт. Понимать? Рестрикт в C, который используется понимаете, смотрите, по поводу Const это, да, с одной стороны это оптимизационный хинт, но Const несет семантическую нагрузку. Несет. В частности, допустим, когда вы выставляете, вы говорите, что вот этот аргумент в мой, допустим, ссылка на вот этот объект в качестве входного параметра в эту функцию Const, вы говорите тому, кто вызывает, что мы не будем изменять тело этой функции, соответственно, ты можешь не переживать. Это семантика. Это как бы так, но на самом деле просто даже и Register, и Restrict они вполне себе до сих пор используются. Register? Да, например, во Freetite до сих пор есть. Можете открыть, посмотреть. Покажете мне потом. Давайте так, давайте мы откроем, посмотрим. Спасибо вам большое, потому что очень рада сказать. Коллеги очень хотели спросить, после того, что они уже нет, а вы все к ним подсесть и продолжите. Спасибо большое. Спасибо.